ребят всем привет с вами иной решил сделать ну такое вот видео типа подкаста и не стал ничего писать сценарий вот как мысля как говорится как мысля пойдет так и буду рассказывать что меня натолкнул на это видео но в первую очередь ваши комментарии конечно я все прочитываю внимательно ничто не оставляю без бесследно скажем так такой был комментарий ну гил двор за почему-то в последнее время вызывает очень много вопросов положительных так и отрицательных здесь как говорится на вкус цвет и кого никто не заставляет хотите играть хотите не играйте но вот спросили в частности у меня почему такое вызывает такие противоречивые скажем ощущение вызывает и гил двор 2 потому что но есть несколько хороших проектов это гв этот со это свтор например final fantasy 14 world of warcraft ну вот такого плана игры почему человек должен сделать там выбор в пользу гил дворец 2 вы не подумайте что я вот прям призываю что вот гил дворец 2 и только здесь может быть несколько до разных игр все зависит от того какой с этим вам нравится потому что гил двор 2 на чуть больше все-таки фэнтези скажем так ударено да есть например игрушки там ну типа того же тесо да там с этим немного другой как мы знаем там с этим построен больше на вселенной древних свитков и так далее если вам это ближе что пожалуйста можно играть в тесо если вам нравится мир финалки то можно играть финалку потому что ну финалка это как сказать все-таки финалка это особый состояние скажем тогда это игра такого японского манера да не надо путать китайского там и японского ты именно на японский лад игрушка и здесь суть то в чем вообще как бы все эти игры они все в принципе хороши у каждой из них там свои плюсы есть вопрос уже как бы становится в том а что лично вам нравится так вот гил дворц 2 в принципе эта игра для тех кто больше любит какую-то фэнтезийную составляющую потому что ну это не прям вот фэнтези в чистом виде да как там себе представляем там эльфы и няшки херяшки и все такое то здесь вот например последний главе как видите здесь все на на трупах основана то есть из-за того что глава посвящена бальтазару тут и личу палава джок и соответственно вся его армия тьмы тьмущей она здесь представлена в тесо это тоже можно найти да ну просто там это будет немного по-другому преподнесено поэтому ну тут вопрос уже вкус и как бы становится да да что больше вам подходит в том же файл фэнтези вы этого не встретите вообще да потому что ну мы знаем что мир финалки он такой более как бы няшные мультяшные скажем да хотя мне очень нравится вот сам мир как построен финалки например если там говорить о св-тор то это космос да как бы там есть и бои на кораблях там в пвп кстати мне пвп там очень понравилось в тесо ой господи в тесо в св-торе но она немножечко как бы даже графиками и вовку напоминает но не понравилось вот то что там надо бегать бегать бесконечная беготня вот вас просто заставляю сделать так что вы все что-то купили для ускорения потому что вы будете бегать блять по полчаса от одной локации до другой ну по вовке вообще сложно что-то говорить потому что игра очень давно вышла и как я уже сказал своем видео у этой игры такой долгий такой разнообразный лор просто за счет того что там игре в обед сто лет за это время можно было выдумать все что угодно да то есть будь там у гилд ворс или у тесо или у другой какой игры по больше времени они бы тоже там что-то напридумывали не факт что это зашло что это понравилось людям но напридумывали во всяком случае теперь вот в отношении линейки там прошлом видео люди написали вот прокатил линейку ребята линейка здесь образ то вообще-то как бы собирательный да то есть ну под линейкой подразумевался гринд какой-то и в клинике вообще сложно хоть что-либо предъявить потому что это игра которую уже там если все вместе пособирать и уже там лет тридцать будет да поэтому о чем говорить тогда люди только-только начинали все это только зарождалось и поэтому но не было у них возможности вот как бы сделать что-то такое сверх глобально да может и технологии тогда не позволяли да поэтому здесь линейка не в смысле вот как бы в классическом до что а это о да такая гринду да то есть ну время уже прошло достаточно много времени прошло а гринд как бы никуда из игр не девается поэтому я ни в коем случае не говорю там что линейка это абсолютное зло хотя на момент сегодняшнего дня как бы она смотрится немножко странно но несмотря на это сейчас происходит очень большой такой расцвет всех этих игр как вы видите очень много классических серверов вообще открывается и по каждой нам новые игрухи какие-нибудь происходит открытие что-то делать-то на 2 не пойму follow the beast marshall instructions ну и какие инструкции то он стал блять как-то как этот и никаких инструкций ну ладно бог с ним не хочешь не надо вот очень много классических серверов вов когда сейчас откроет свой официальный классический сервер линейка ну короче куча на самом деле игр вот всяких хардкорных таких старых очень много тот же пв до перфекло тоже есть там свои сервера классические поэтому нет у меня нету претензий к финалки вот в том смысле в котором вы могли бы по ой финалки господи к линейке как бы вы могли подумать кстати говоря в субботу открывается новый сервак по линейке он называется ностальгия лайн-эйдж ностальгии попросили меня сделать обзорчик такой сервака так что в субботу 18 числа ждите стрим будет у меня по линейке ребят кстати если из вас есть кто-то кто хорошо разбирается во всяких хрониках до которые там были пожалуйста свяжитесь потому что я нахожусь в легкой прострации надо что-то рассказывать по игре я в принципе в нее так и не играл поэтому мне бы понадобился человечек который более-менее так неплохо в игрушке разбирается вот далее что я хотел сказать вот мы говорим все игры плохие игры плохие это игра говно это говно но посмотрите блять на трансляции вообще вот ну сколько там на бдо пришло восемьдесят девять человек в пике и карус блять 110 человек в пике на трансляции гилд ворс 2 40 человек блять 40 человек ну ну приходит ну блин самое большое количество людей которые у меня было на трансляции по гв это по моему 83 человека когда я делал там розыгрыш призов то есть ну когда подводил итоги конкурса на сколько там нас там тысячи подписчиков что ли я не помню было вот я разыгрывал среди своих зрителей как раз ну приз был один из призов был это дополнение по моему heart of thorns к гилд ворс 2 там уже больше но там типа знаете больше такого был хайповый заголовок что блять подводим итоги конкурса разыгрываем то-то 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 конечно там народ нас собирался халяву нас всех любит то есть на половину произошли потому что такое название кликбайт не было все же хотят очень посмотреть что там разыгрывается как это получить вот так в целом то ну вот у даньки да там на трансляциях 100 собирать с птсо ну почему собирается опять таки потому что там хотя бы какая-то минимальная локализация есть да то есть ну бсс да они разрешили по привести сделал такую хотя бы любительский перевод да то есть это не то что блять собака на сене арены нет то есть мы сами не делаем и вам нихуя не дадим я считаю это конечно неправильной позиции когда мне там люди пишут что да это все типа заебись но был бы неплохо сделать локализацию там начинается конечно хайп сразу на эту тему вот нахер это локализации нужна не умеете не играйте но ребят блин с одной стороны я конечно понимаю что нас устраивает да наверное то положение которое сейчас в игре есть то что у нас там не такое большое количество и в принципе те из тех кто есть более-менее люди такие адекватные скажем да играют и вы боитесь что наплыв новых игроков когда вдруг там что-то расифицировать превратит игру в какой-нибудь говнище опять таки но тут с другой стороны я уверен что есть и нормальные люди адекватные которые могут и играть осваивать весь этот контент но у них действительно какой-то очень сильный языковый барьеру слушать прикольно вот эти песчаный бархан они сделали вот есть языковой барьер и эти люди хорошие тоже не могут попасть в эту игру так же я понимаю тех кто пишет что блин я прихожу в игру расслабляться я не хочу сидеть там напрягаться и что-то куда-то искать переводить мне хочется просто в конце своего дня рабочего прийти в игрушку отключить мозг и тупо играть там получать от нее удовольствие я могу понять и этих людей то есть ну даже блять уже сколько пять лет они не могут кириллицу ввести не могут ввести кириллицу блять я хочу в чате писать на русском языке ну дайте вы мне просто хотя бы писать на русском мне не надо я уже не прошу вас переводить я даже меня бы устроил вообще не только меня до всех бы устроил за глаза просто перевод субтитров да ну то есть чтобы тип субтитры там в игре какие-то были там и привет и привет все не надо нам переводить всю эту речь там текста просто долбанешь сколько в игре его реально очень много вот там говорили что revelation переводили очень много текстовых файлов всяких вот я думаю что с гв тут будет не меньше проблем в том плане что там действительно тоже очень много текста но вот эти вещи к сожалению тоже не делаются то есть вот и вопросы русских игроков они не учитываются но бог с ним вот те кто любит тесо ребята идите конечно играйте в тесо в я вам говорю что те кто играет в тесо и или даже допустим пришел из гв-2 в тесо он столько там вообще найдет для себя вот вещей знакомых да начиная от хиропоинт до который там в виде кристаллов выглядят и заканчивая вот ну тип как ввв да там скажем то есть их арена там противостояние в тесо очень похоже на тоже самую как и гилд ворс 2 поэтому здесь ну проблем нету это все вопрос вашего интереса как вот ну очень много на самом деле я вот как и игрок гилд ворс 2 я нашел очень много знакомых каких-то вещей в тесо которые представлены также и гилд ворс 2 а поэтому нравится идите пожалуйста это личное дело каждого как говорится потом например по поводу с в таро ну немножко старенький может дайс в тарда и уже тоже как бы не первой свежести скажем так но в то же время очень прикольно пвп сделаны есть такие аренки которые как выполнены в виде там космических полетов опять-таки похожи графика на вовку но в целом скажем так это вот немного не мою да как бы сам сеттинг немножко не мой вот финалка мне нравится то что это вот фэнтези я люблю фэнтези плюс мир если вы если вам вот не нравится мир финалок обычных синглплееров там 7 8 9 и так далее да то он конечно вообще ловить нечего финалки если вам мир не нравится вам не нравится и основа игры да как бы основной сеттинг игры то здесь и предъявляет нечего там вам идти нечего также мне немножко скучно как бы боевка показала за мага то что вот ну как в старые времена в классический там стоишь пил 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 друг другу пил пил то есть но не может маг двигаться когда он там что-то себе например на кастовый я бы хотел все-таки чтобы ну был как путь движение движуха да то есть вот я в гилд ворс 2 играю я здесь могу двигаться до во время каста неважно кем бы я там не играл магом или тем более там не лишним каким-то то есть мне нравится когда система таргетная не нон таргет мне нравится когда есть таргет то есть я могу конкретно прицелиться там какой-то цели но в то же время ударять во время движения то есть двигаясь добить мне кажется это придает более бою вот такую динамичность потом то еще ну давайте насчет вовки как бы пройдемся какие-то основные аспекты я играл свое время в вовку я пришел в нее катаклизм как раз я застал момент как бы перехода катаклизма к пандаре вот тогда был хайп все эти пандары на блять панда кунг-фу мастерами кунг-фу не рождаются ту-ру-ду-дун-тун-тун-тун-тун вот ну блин мне 35 лет ребят блять какие панды вы о чем говорите вы понимаете что ваше поколение уже выросло вот ну кто играл в варкрафт варкрафт да когда они только начинали этим людям уже всем глубоко за тридцать какие блять панды вы о чем вообще говорите да то есть надо было бы хотя бы я понимаю что ну вов нужен какой-то свежий приток игроков какая-то свежая кровь молодежь и так далее поэтому надо выпустить всяких панд которые там бросать снежками но это такой мовитон вообще то есть вот сейчас который дополнение будет выходить я обязательно наверное его постримлю кстати говоря куплю зайду посмотрю поиграю не знаю может быть даже частично там и попробую протестировать может действительно что-то изменилось и меня туда как бы вопрет поиграть порубиться да то есть есть игра которая мне не стыдно стримить тут же вовка ты со файл фэнтези и даже с в тар если я пострима мне не стыдно но и не знаю я говорю как то вот уже время понимаете вот есть время стирает как бы актуальность чего-либо да то есть да все клево все прекрасно здорово но актуальность она уже как бы исчерпана чего-то да то есть понятно игра здоровской и ну чё говорить не наверно там заклюют закидают забросают камнями но все же понимаете все должно иметь свой какой-то предел свой какой-то лимит то есть это как со старым свитером то есть вот ну есть у тебя какой-то свитер блин который ты очень любишь да вот ну прям там долгое время например уносил ну от времени он уже как там испортился там не знаю почерстелел этот свитер но он приходит зима и ты этот свитер берешь и одеваешь и понимаешь что вообще вот тебе хорошо ты получаешь прям удовольствие по кайфу тебе все это то же самое и с этими старыми играми вот такие вот типу как вовка то есть до клево да классно но уже вот как бы этот свитер он устарел хотя я от этого он не перестает быть хорошим потом что-то я вот сейчас хотел сказать блин сболтался смысле с этой бился ладно из головы уже вылетела просто сложно тут еще и в игре что-то контролировать и болтать одновременно какой-то просто и винчи идет вон смотрите чемпион форджет командорщик пойдем этого команда рубить часто выйдем столько от того мог бы вот пуш то еще я хотел сказать но в принципе нет нет основной какие-то вещи базовые которые я хотел я проговорил а вот а он идет тусовка сейчас меня за покажет часы посмотрите как я буду страдать боль и унижение давайте вот эти что хотя бы ветеранов здесь подъем смотрите вот это типичные русские блять никого нету на ивенте я пришел один сюда на этот ивент да логично что меня здесь грохнут в принципе то есть я чё-то нового не жду понять что меня убьют но сама суть того что сейчас сейчас я приду и всех тут победил это вот классика русского игрока все равно хочется хочется что-то себя как-то проявить хочется сделать что-то для для этой игры для этого мира освободить его у меня фернули блин чем столько настакал вот этих хрень это как-то думать еще вот эти вот волны непонятные не совсем не нравится где-то ну вот смотрите как только я начал что-то делать сразу народ прибежал в это видите да у нас здесь полтора землекопа ну мы вроде как-то справляемся с этим со всем извините хотел поболтать да получается что я здесь наиграют и нет нормально все заодно можно и поболтать поиграть просто это ну такой дружеский как бы подкастик да буду и играть ля-ля просто сегодня у меня нет возможности по стриме будь близкого человека сегодня день рождения мне надо здесь хотя бы какие-то минимальные приготовления соблюсти а в то же время поболтать мне с вами хочется поэтому решил думать такого подка запишу мыслями обо всем и ни о чем в то же время просто ваши комментарии ну много вы пишете чем мне хочется найти тем с вами поговорить о ебаный в рот но что это такое я убил одного резнулся другой нет и где он он ребят буду это в босс мочить пытаться я надеюсь что мы с вами увидимся в в субботу на старте если еще раз говорю если среди вас есть те кто играет в линейку пожалуйста придите и подсобить и все до встречи